ПСТ это доступ к протоке, это некий краеугольный камень для аминдоскопии. Это ворота для литвирстракции, литотрепсии, стенсированные коллеги коллекционного протока. Этап для приведения кисунгового коронавируса, этап для винирования через лекционных проток кисть поджелудочного коронавируса. Золотой стандарт. Многие вещи, о которых я говорю, они уже вам известны, мы об этом говорим не первый раз. И тем не менее, золотой стандарт – это конвенционные способы поперечной перотомии. Однако, примерно в 15-40% случаев они бывают затруднительными и невозможными. Трудная комбинация. Вот рекомендация Ассоциации дает следующее предъявление. Невозможность выполнить селективную комбинацию протоков в течение 15-20 минут в условиях применения в руках опытного специалиста. Ну и вот сразу же другая группа авторов говорит о количестве осложнений в виде острого панкреатита, в частности, после легкой комбинации – это 1,5 попыток средней тяжести комбинации, до 20 типов, в любом области попыток, цифра очевидная – от 4% до 15% увеличивается число панкреатитов. Причины трудной комбинации. Вот на этом мы остановимся более подробно с показанных слайдов и ряда видеосюжетов. Длинный общий канал ангелы. Самая часто встречаемая ситуация, когда вот в этой развилке капетер или патриотон может поклониться в нежелательную сторону. Ущернение камня в устье ВДС и в общем канале или в ангелы. Стеноз, опухоль ВДС, перепопулярная динертикул, раздельное впадение, когда ему проток, весуровый проток или коллектор, дифференцировать не всегда можно. Попелит, низкое расположение ВДС. Высокая протоковая опухоль, когда пустой хорелик. Ну и в ситуации после операции резекции желудка, то видно. Вот, пожалуйста, низкое расположение ВДС, коническая форма и неудобное расположение в устье. Оно повернуто вниз. Вывести на правильный угол атаки, соблюсти принципы селективной панилиляции не всегда представляется в данном случае возможным. Вот крупный ущемленный камень, когда он в устье, я видел только снизу. И зайти сюда не представляется возможным при использовании традиционной копилосмотра камня. В данном случае, примерно, было рассечение ампулы, не помещенной копилосмотра камня. Низкое расположение сосочка. Не всегда удается удобно вывести его в удобное положение, соблюсти, опять же, повторяю, весь угол атаки и направление соответствия, соответствия направления в катетерах, которые должны быть в линкалядах, и положение эндоскопа. Попилингийское расположение. Вот после рассечения мы видим, вот какие массивные отечные ткани, конкремент и гной. А вот что мы видим до этого? До этого только вот такой вот, такой вот кампулы. Причем, я здесь показываю большинство случаев, когда попытки кондиционной копилосмотра камень были безуспешны. Вроде бы, хорошо дифференцированный сосочек. Вроде бы, хорошо видно густе, правда, с элементами ворсинчатого роста. Но вот эта коническая выступающая часть над стенкой кишки в просвет бывает затруднительной для введения уже инструмента в протоке выше. Ворсинчатые устья в БДС. Дело все в том, что в этой ситуации есть элементы длинного выступающего конического соска, и вот такого вот устья, когда тоже есть определенные технические сложности. Вот и нового БДС. Этот фильм мы посмотрим. Другой вид аденомы. Небольшая аденома в случае втянутого сосочка. Вот она здесь хорошо видна. И достаточно крупная внутривоокулярная аденома, устья расположены ниже. И вот здесь вот сформировалась даже фистула. Другой вид аденомы в виде ворсинчатого образования, выступающего из ампулы. Если мы здесь на этом слайде успешно достаточно умели как это в ампулу, не факт, что мы можем убудрестись инъективно в холедахе. А вот эта ситуация холангиококцинома терминального отдела холедаха с прорастанием в ДПК и втяжением в БДС. Здесь устья мы дифференцировать не смогли во время всего нашего исследования. Аденококцинома внутривоокулярный рост тоже доступ только через рассечение ампулы. Нахождение в БДС в дивертикуле сосочка. Ситуация осложняется тем, что далеко не всегда бывают простые взаимоотношения, которые позволяют соблюсти вот этот угол атаки и принципы селективной коммуляции. Другая ситуация, когда устья расположены непосредственно в полости дивертикула самого БДС и здесь есть определенные сложности также с селективной коммуляцией выполнения папилосамотераконии. Другая ситуация, аналогичная. А вот вроде бы мечта всякого эндоскописта вот такое вот зияющее устье. Откнуть не всегда, что бывает просто, видя это зияющее устье, ввести катетер куда мы хотим. А в первую очередь это все-таки, конечно, селективная коммуляция коллега Хармин. Методский коммуляция очень быстро, тезисно на помощь. С помощью струнного папилотома, когда можно менять угол, да, угол наклона папилотома за счет управляемости дистального конца. Есть специальные коммуляции с управляемым дистальным концом. Но при помощи конюли с проводником эта методика прогрессивна. Но не всегда тонкий и мягкий кончик проводника может селективно быть проведен в холедах. Особенно в тех случаях, которые говорят о причинах трудной коммуляции. Тот же сморщенный сосочек. И надо всегда руководствоваться в принципе этой селективной коммуляции и выполнить правильное положение эндоскопа для уклада. Это разрушение истинное. Какие инструменты мы используем для селективной коммуляции? Это различные варианты. Конюль с проводниками. Это проводники. А вот что делать при трудной коммуляции или если коммулируется главный панкреатический проток о нехоледах? Первое, это у нас некоммуляционная попилосфинтеротомия. Вот ряд этих положений, панкреатическую сфинтеротомию, методику с использованием двух инструментов, я покажу в виде и видеосюжет. Некоммуляционная попилосфинтеротомия. Наверное, уже отошло в историю мнения о том, что это опасно и для исчезания этой вещи опасно и неэффективно. Наш опыт работы показывает, что в большинстве случаев это более безопасно и более эффективно. Увеличение частоты селективной коммуляции коллегок или высунглопротоков. Уменьшение количества осложнений связи с освобождением высунглопротока. Или с недостаточным разобщением протоков и неполной компрессией желчного пути. Возможность проведения ЭПСТ при случае ущемленного камня. Возможность функции пропопиллярной инкунции ухоедоха и ЭПСТ. Ну и сокращение временной процедуры. Вот на гастронеделе в этом году как раз была посвящена целая сессия так называемой трудной или неуспешной коммуляции. И вот некоторые сведения принадлежены здесь, что у 84% пациентов с хостер-КПЗ-комкреатитом канивляция длилась более 15 минут. Переход на раннюю некоммуляционную ЭПСТ повысил эффективность от 71% до 96%. И в группе, где проводились ранние некоммуляционные ЭПСТ, пакреатиты были, вот по данным группы авторов, в 5,6 раз меньше, чем в традиционных методиках. Инструменты для некоммуляционных операций, это хорошо нам известный из-за том фирмы НТВ, где есть изолированный сапфировый кончик и вот режущая поверхность. Возможность также есть для введения контрастного препарата. Применщество, защита умсти главного панкреатического протока для начала резания нет необходимости для глубокой коммуляции. Вот те ситуации с коническими выступающими сосочками, которые на первый взгляд, да, вот когда мы смотрим со стороны, вроде бы и просты, на деле бывают одни непростые ситуации. И здесь нет необходимости всегда быть уверенным в селективной глубокой коммуляции холераха. Мы можем послойно, поэтапно резать, сконтролировать глубиной за счет изменения длины, вот режущей струны. Очень важный момент это сохранение направления разреза за счет натяжения ткани. Ну и возможность изменения направления, что в случае операции Бор-Биллер-2 бывают абсолютно неопротивными. Вот здесь показана схема, как кончиком фиксируется и подтягивается крыша ампулы. Вот здесь представлены этапы, когда мы послойно рассекаем ампулу ВДС и видим в глубине структуру холедыха, муста холедыха и коммунируется селективно кальку. Взаимное расположение устья главного химпиотического протока и желчного протока. Здесь после выполненной попилосвинтератомии мы видим, что устье версункового протока находится вне зоны резания и вне зоны популяционного напроза. Мы используем этот инструмент уже 9 лет. Выполнено около 570 потилей свинтератомии с его применением. Вот так называемая Y-образная методика, когда за счет направления разреза в сторону против ласточкиного хвоста результате мы получаем достаточно широкое изъяние ампулы. Вот, пожалуйста, это представлено на слайдах и очень хорошо показано, насколько широко раскрывается направление разреза. Мы можем регулировать за счет натяжения ткани. Очень хорошо видна структура разрезанной и рассеченной ампулы с сохранением интактного устья резункового протока предполагаемого и вот минимальной зоны микроза в резвом области разреза. Здесь тоже показано. А вот ситуация с дивертиклами. В одном случае устье вот в глубине, в другом случае устье не видно. Иного способа, как некондиционная потилосиментная атомия, здесь невозможно. И вот ситуация в резерве циопогенера 2, когда взаимоотношения полностью перевернуты. Ампула расположена вниз, а все потилотомы традиционные у нас заточены таким образом, что лежащие ствола находятся сверху. Разработаны специальные потилотомы с обратным фоном струны. Но вот применение ампула изотома или же торцевого и гоничного электроза позволяет ввести из этой ситуации. Вот ситуация, когда мы видим мустье. Вот оно указано здесь. Здесь глубокая появляция, здесь невозможная. Благодаря изолированного кончика мы рассекаем вот таким вот образом ампулу. Ну, здесь ситуация с клиненым камнем. Камень сейчас вот просто пойдет назад. Но здесь показаны все элементы с удержанием направления. И вот завершена мунипуляция с излечением еще более крупного ампулы. Другая ситуация. Когда тоже густье введен кончик изотома. Вот так и постепенно за счет натяжения ткани мы вверх производим разрез. Это ситуация, как очередная эксприма холонгин. Достаточно хорошо рассекается полностью ампула холедока. И здесь мы видим признаки эффективной, адекватной клингуляции в виде зияния ампулы и визуализации частью холедока. Вот там заличь, что она будет. Вот она. Ситуация, когда мы используем угончатый электрод. Желательное направление резания не густья, а густью. С минимальным его вовлечением. И использование в данном случае игольчатого электрода позволяет постепенно, порционно, послойно вскрыть. Произошла поменяться. Кондляция весового протока. Мы вышли только на росте весового протока. Дальний разрез будет расширен по типу ласточкиного хвоста. И в данной ситуации, может быть, много-то и не надо. Вот небольшой разрез мы уже уцели. Поступление активной желчи говорит о том, что мы в коленке. Конечно, мы в видеосюжетах здесь показать генограммы. Просто мы не могли их интегрировать. И в данном случае достаточно очевидно, что мы находимся в желчных протоках. Вот другая ситуация. Когда ампула представлена крупной опухой. Наша задача в данной ситуации – разрешить желтоку. И дальше уже решать, что делать. В зависимости от того, прорастает ли опухой на устье холедоха. И стенку на сперсной кишке. Ну и очевидно здесь, даже по этой картинке, что устье холедоха протока тоже вовлечено. Вопрос стоит о том, можем ли мы здесь сделать эмбоскопическую попилотомию. Но первый этап – это разрешение механической желтухи и восстановление опухой желчи. С одной стороны. С другой стороны, после выполнения струнной попилотомии, струнным попилотомом, мы будем визуализировать, насколько опухоль подходит к границе стенки гнадзо-перстной кишки. Первый этап скоро будет завершен. Пройдет несколько дней. И пациентка будет взята повторно на манипуляцию с точки зрения уточнения все-таки взаимоотношения версунгового протока и опухоли. Вот картина через несколько дней, когда ганюлирован версунговый проток, а часть опухоли, как вы видели, все-таки подходит к разрезу. И здесь была выполнена хирургическая манипуляция, хирургическая попилотомия. Частота осложнений. Ну, при использовании комбинационных методик и некомбинационных методик, это панкреатиты и кровотечения. Примерно в два раза, примерно в два раза снижение количества этих осложнений. Еще раз все-таки вернусь к излюбленной теме. Это подвергнуть астрахизму баллонную дилетацию неизмененного сосочка. Неизмененного сосочка. Они должны быть строго ограничены. Вероятность возникновения его срока панкреатита в разы на порядок выше, чем после традиционной попилотной методик. При баллонной дилетации возникают на обрывы, затем фиброз со стенозой. И повторной кинюляции, если первичная кинюляция была возможна, то практика показывает, что повторные кинюляции, как правило, бывают невозможны. Или крайне затруднительные. Вот мы здесь видим введенные баллоны, вот такие отечные некрасивые ткани, когда они никогда не растягиваются. Так что все-таки я бы рекомендовал в случае вот такой необходимости все-таки выполнять такую сфинтеротомию. Панкреатическая сфинтеротомия. Это картинки из атмоса Нибаса Хендера, где показано, что в ситуации, когда мы кинюлируем вверсунках проток, вверсунках проток, есть возможность все-таки выполнить поэтапную ампулотомию, когда мы все-таки разобщаем эти два протока, вот направление разреза, и дальше уже либо делаем сфинтеротомия, либо он сконтируется, либо он сконтируется. Вот это ситуация, где была одна ошибка, о которой я хочу сказать, если я сейчас ясно остановить эту ткану. Не надо менять инструменты, не надо менять конейные переправы. Первый раз мы закомендовали и попали поеду, куда мы и хотели попасть. Но при смене инструментов мы попали вверсунках проток и сделали вот такую вот, не желая того, может быть, патриотическую сфинтеротомию. Здесь еще есть место, умеет место быть, скажем так, или грез взаимного расположения халетов и версунковых протоков. По логике вещей здесь должен быть, да? Здесь должен быть халетов, а вот здесь должен быть версунковых протоков. Ситуации бывают непростые, и что самое интересное, что когда мы смотрим на сосочек, мы этих взаимоотношений не видим. Вот конюнировал уже халетов. Значит, мораль такая. Все-таки стараться конюнировать и работать с одним инструментом, потому что больше и больше приходят мысли, что если планировать сфинтеротомию, то мы используем гердоммуляцию уже по пилотону. И вот результат митотрепсии, вот такие плотные камни, которые были излечены через два дня после этого гердоммуляции. Стентированный гердетического протока. Дело в том, что большинство авторов приходит мысли, что стентированный гердетического протока это есть надежный метод противоактивного строя патриотики. И здесь показан ряд показаний, когда выполняется это должно при технических трудностях при выполнении АПГ после ЭПСТ, у больных высокого риска, вот при благоприятных метонических условиях, и соответствующими навыками эндоскописта. Вот другая группа авторов предлагает более широкий спектр показаний, это период и после билярной сфинхоотомии и больных всесой 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 параллоги. Аплиотическая сфинхоотомия, о которой мы уже говорили, либо мы делаем вирусную армию, либо скейтируем вирусную проток. Эндоскопическая профилитония, когда скейтируем вирусную протоку, обязательно, но не всегда бывает возможным. После баллонной демокации, после драж-биопсии из вирусную протоку, после сложной инвиляции, при повторном контрастировании патриотического протока в них высокого листа. Большинство авторисутки считают, что это патогенетический метод патилактики острого конкретита, но есть сложность из визуализации панюляции в случае небольшой втянутой фиброзной ампули, стеноза БДС, пепелита, аденового углубления. То есть это те ситуации трубной панюляции, когда стендирование показано, но крайне затруднительно. И если попадаешь в главный патриотический проток, лучше стендировать сразу, потому что методики использования двух инструментов снижают мобильность каждого из отдельных инструментов. После бильярной патилактики протомии определяется пустя версунгового протока, только не улируется дальше стендирование. В большинстве случаев выполнение стендирования версунгового протока без бильярной патилактики протомии невозможно. Какие мы стенды используем, что надо использовать, что рационально использовать. Длить длинные протяженные стенды для профилактики острого патриотита мало эффективно. Мало эффективно. Желательно использовать более короткие стенды, с большим количеством протокаративных депутационных отверстий. Чтобы только дренировалось, стендировалось небольшой участок хрустя, потому что туполизованный микроз бывает именно так, издавление бывает именно этой части. Видите, небольшой втянутый сосочек, не очень удобный. Здесь будет показано стендирование версунгового протока после бильярдной сфинктеротомии. Предполагаемые устья находятся где-то здесь, но сейчас кончик инструмента будет введен в устье все-таки халедыха и рассечено дальше, выше, чтобы арт его раскрылось насколько возможно шире. Предполагаемые устья вот здесь находятся. Оно конюлировано, выполнено соответствующее ремиографическое исследование. Сейчас туда будет введен проводник. Будет введен проводник. Мы показываем сейчас что-то параллельный инструмент введен в халедых, а сейчас будет отток желчи. С халедыхом можно на время распрощаться. И вот выполнят уже стендирование версунгового протока по направлению. И вот даже помимо стенды отходит тамплеотический сок с халедых такими фрагментами. Ампулка нея, ампулка нея. Здесь стендирование версунгового протока, наверное, наиболее показано, наиболее показано. Но здесь и наибольшей сложности. Это гнома, которую мы видели на предыдущих слайдах, она окрашена. Видны ее границы. Выполнена инфильтрация подслистского слоя. Потому что при ампулоотомии, при папиллоотомии, вероятность кровотечения значительно больше, чем при обыкновенной папиллоотомии. И по помощи электропетли вот эта опухоль с частью ампула, с частью папилы будет запачена и иссечена одна этапа. Верхний фрагмент будет иссечен отдельной петлей. Опухоль, что мы должны сейчас первое чуть убедить? Полностью не делена А, опухоль В. Мы должны открыть для оттока желчные протоки, что, как правило, бывает всегда успешно. Вот это произошла фаниляция и небольшое рассечение. И стендирование версунгового протока, который как раз находится, как раз находится в зоне прогуляционного микроза после полипектомии, ну назовем ее так, полипектомии, папилектомии, да? Стендированный проток. Недостатки стендирования, это реальные технические сложности. То есть недостатки, это наши сложности. Трудность стимуляции, трудность заведения стенда. При длительных стояниях стенда надо за ним наблюдать. И он ведет себя в течение двух, четырех недель, очень кратично, он может отойти. Но это не профилактика острого фанкреатита, да? Это не профилактика. А вот в цели профилактики мы рекомендуем недлительное выхождение стенда, а только в своем дне. К этому времени все возможные процессы могут отыграть. Очень коротко об осложнениях попилосфинкератомии. Статистика, фанкреатит, из них тяжелый, 0,83%, очень больший цикл 3% и летальность до 5%. Статистика вещь, как вот господин Питер Майер говорил, что эта вещь в какой-то степени неправая. Это, кстати, высказывание беды, если угодно. Потому что есть статистика, да? А есть статистика. И когда нам выгодно, мы показываем те цифры, которые ужасны, например, когда нам выгодно, мы наоборот, показываем спокойные цифры. Ну вот примерно цифры такие. Леградонная перфорация 0,2-0,5%. Потом, например, фаланкит чаще всего бывает при неполном удалении фрагментов после элита экстракции. Ну и редкие осложнения перфорации в печеночных желчных протоках при эндокротизировании для элитокрипсии. Очень коротко о стратегии в профилактике космопонкреатита. Понимаете, об этом можно говорить много. У нас уже не одна конференция была посвящена, и было там ряд годов. Об этой проблеме можно говорить много. И тем не менее, внимательный отбор пациентов. Дело все в том, что сейчас появились конкурентные методики в плане диагностики. Это МРФ, спиральная компьютерная хомография и эмбессонография. И тенденция должна быть на уменьшение диагностических ХПГ и все-таки основную тяжесть этих исследований возлагать на лечебные манипуляции, породы профилактики. Все-таки, что бы мы ни говорили, что какие-то препараты менее эффективны, какие-то более эффективны. Факт, что сангостатин уменьшает экспириторную активность поджимодочной железы. Уменьшает, соответственно, вот эти возможности гидравлических разрывов от сунуса. И любая фазовая профилактика, любая фазовая профилактика должна проводиться. Должна проводиться. Применение нестероидных препаратов. А что сложно было к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов в виде свечек диплофената, в виде таблеток, пожалуйста, накануне, в виде парентерального введения. Ну, дело все в том, что есть такой старый добрый английский анекдот. Встречаемся два товарища, Комар Рабинович, у нас очень большая трагедия. Чего же Комар Рабинович? Ну, мелочь, он Комар от насморка. Так он панкреатит, это не насморк. И мы должны приложить все усилия для его возможной информации профилактики. Дренирование панкреатического протока, мы об этом уже говорили. Вот, любая операция должна проводиться по строгим показаниям. И поэтому мы должны произвести строгий отбор пациентов. Иначе вот хлопок не оберешься. Вот фраза Филипп Филипповича, какой кабак мы с вами наделали. И вот хорошо известный персонаж, которого наделали. Кровотечение. Очень коротко расскажу о кровотечениях, лучше покажу. Это стремительно по пересимфтеротомия, когда, ну, иррационально предложить порционное рассечение. Аномальное расположение артерий, это мы никак не можем, да, никак не можем предвидеть. Однако подборы методик, подборы режимов резанной регуляции. Переход разрезан на торшу с центра ДПК до последовательского строга. Но это сложнее нечастое, потому что все-таки в ВДС находятся, как называемые, фенестры в Боргенарии. Там сосудов не предполагается, мы говорим только об аномальных сосудах. Ну, соответственно, порционное рассечение, тоже как и нет, это в брокофилактике. Нарушение гемостаза, подбитие на желтухе, ну, это перфизионная подготовка. Сколько готовить, да, пока не нормализируют гемостатические возможности? Это очень сложно, потому что прогрессирующая желтуха требует ее разрешения. Ну, вот, лечение. Ну, все-таки наиболее эффективный метод, и этот метод этапный, это инсталляционное введение препарата в стенку разреза. Через катетер, через папилотон, через тот же инструмент. Он будет действовать недолго, препарат будет растекаться, но на какое-то время позволит нам лучше визуализировать сосуд и применить уже какие-то прецизионные, более точные, более точечные методы. Это может быть и глибирование, однако не всегда это возможно, потому что угол введения подъемника и вообще сутка аденоскопа не всегда предполагает возможность активного глибирования. И мы можем применять прицельно, прицельно, подчеркиваю, прицельно методы электрокоагуляции, методы агоновой коагуляции, но только прицельно в стороне акусти-главного глиботического протока. Самая большая неприятность и опасность кровотечения, это то, что в момент ее начала, в момент его начала, наша визуализация ухудшается. И все в дыму, что называется, в бой в крыму, мы ничего не видим. И вот на этом фоне могут быть нежелательные попадания инструмента, раствора, густелесурного протока. Так что в этом случае мы должны довести все-таки до конца по пилосинкеротомию максимально, насколько это возможно. И потом уже заниматься гемостазом, вот в частности, инъецированием в стенку разреза. Но только тогда, только тогда, когда мы расстроим желчные протоки, улучшим отток, выполним в какой-то степени нашу цель, и вот тогда можно уже инстеллировать, вводить, короче говоря, препараты в зону разреза. Если мы видим камни, они должны быть убыленнее, что здесь и показано. И вот произведена инсталляция вот этого препарата. Это вообще большая трагедия, это сложно, это сложно. Это и при причине ее, это локализация блески в вертикуле, это несоответствие разреза и камня, который извлекается, стремительная пилосинкеротомия, ну и все-таки отсутствие визуальных четких границ, докуда мы разрез можем проводить. В большинстве случаев мы эти границы, эти критерии анатомически и знаем, но в случае маленькой ампулы и большого камня бывают, очень называются, нюансы. Ну, описаны отдельные случаи механической корпорации катетером при повторных манипуляциях и разрывы при форсированной липе экстракции балловной дилетации, когда разрыв этот проходит уже не на ампулу, а на стенку двадцатиперстной кишки. Самое сложное это диагностика. Дело все в том, что, как правило, как правило, мы видим клинику, все-таки, все-таки мы видим клинику уже развернувшейся в предмоле. Небольшое количество газа, которое может попасть в забрюшенную клетчатку, не всегда бывает хорошо выявляемая после длительной манипуляции, то же самое по пилосинкеротомии. И так, в брюшной полости много газа в петлях кишечки, то визуализация ухудшается. Я не говорю, что это не видно, иногда бывает видно, но не всегда. Экстронизация контраста тоже не всегда говорит о Боге. Не всегда мы можем определить истинные размеры, да, истинные размеры перфоративного отверстия. И поэтому есть определенные способы лечения, это все-таки вряд, я сейчас об этом остановлюсь. И очень важный тезис, вот он здесь указан, что развитие нарастания болевого сильного, спортом и температуры без гиберменоза имеет, это все-таки более характерно для забрюшения корпорации. При остром панкреатите болевой синдром воздевается быстрее, в первые 6 часов уносит более выраженный характер. Ну, а вот различные методы лечения, небольшие корпорационные отверстия могут быть лечены консервативно, с больными гиберменами для сперстной кишки и желудка, ну, естественно, с антибиотической терапии массивной. А вот консервативное лечение уже разлившейся, да, забрюшимый клевом, это неэффективно и не показывает. И при выявлении приближения признаков развития и забрюшимый клевом, безусловно, показывает оперативное лечение. Ну и короткие выводы это по том, что требуется длительная специальная подготовка и выполнение дошелоколичных процедур на достижение и поддержание высокого уровня компетенции, а также самоусовершенствование доктора и освоение новых методик. Увеличение финансирования закупки оборудования и расходных материалов, ну, высказывание небезызвестного вам дела, если я пусто, дайте мне рычаг, я вам переверну зелень, да, что-то не попрощает, а еще и точку опоры. Так вот, сейчас инструментов много хороших и разных, и прогресс по сравнению с 15-15 годами очевиден. Разработка с единых стандартов и их выполнение, слаженная и взаимодополняющая работу специалистов разного профиля и создания мультидисциплинарных центров. Большое извинение за нарушение регламента, но вот он да, кроется где. Вот для кого отбирается болтун на форту, для этого товарища Лачкар. Спасибо, Микарагир, дай с Богом приветствую. Спасибо. 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 Спасибо.